Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Бутовская Марина Львовна. Российский этолог, антрополог, доктор исторических наук, профессор, окончила биологический факультет МГУ по кафедре антропологии. В настоящее время заведует Центром эволюционной антропологии Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая Ран. Профессор учебно-научного центра социальной антропологии РГГУ, где на протяжении почти 20 лет читает авторские курсы лекций. Автор свыше 240 научных статей и нескольких монографий. Область научных интересов Марина Бутовская – приматология, этология человека и приматов, эволюционная антропология, антропология пола, конфликтология, культурология, кросс-культурная коммуникация, охотники-собиратели Восточной Африки. Провела несколько сезонов полевых исследований среди охотников-собирателей Хадзе в Танзании. Марина Бутовская сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Эта программа будет посвящена такому явлению, как агрессия. Я умышленно не определяю его как биологическое явление, хотя мы знаем, что и в животных проявляется оно, если они достаточно развиты для этого. Как раз сегодня нам и предстоит оценить взаимодействие социального и биологического в проявлениях агрессивного поведения у человека. И в процессе этого в какой-то момент мы отправимся в Африку. Эволюционные основы агрессии и примирения у человека. Пожалуйста, Марина Бутовна. Спасибо. Ну, прежде всего я хочу уточнить, а именно сказать, что агрессия – это часть социального поведения. И в этом смысле, конечно, его основы биосоциальны. Из этого следует, что и у всех животных, особенно которые ведут социальный образ жизни, агрессия имеет место, и там тоже это феномен биосоциальный. Иными словами, у животных, ну уж по крайней мере у млекопитающих, существует вот этот фактор научения, и стало быть, агрессия ни в коей мере даже уже у животных, еще раз говорю, прежде всего у млекопитающих, отнюдь нельзя относить к феномену исключительно биологическому. Но для человека, поскольку человек всегда позиционируется как существо социальное, что, безусловно, справедливо, но все-таки он эволюционировал как вид биологический, и стало быть, всю историю своей эволюции он прошел под знаком вот этой вот биосоциальности и усиления значения социального поведения в его жизни. Но еще раз говорю, когда мы имеем в виду социальное поведение, мы имеем в виду не только альтруизм, кооперацию, взаимопомощь, эмпатию, но и агрессию. Умение постоять за себя в частности. Вторая вещь, которая, с моей точки зрения, сейчас претерпевает такие трансформации в исследованиях, это некая тенденция к интеграции гуманитарных и естественных наук при изучении человека. Ну, вы знаете, что многие годы существовала такая очень резкая грань, при которой гуманитарии говорили, это наше поле, не заходите на него, а биология говорит, а это наше поле. В этом плане все время шли жаркие дискуссии о том, можно ли поведение человека каким-то образом изучать универсальными такими металлогическими методами. Но и в конце концов я очень рада, что лед тронулся, и теперь, в общем-то, большинство феноменов социального поведения, если идет анализ действительно таких базовых основ этого поведения, используется комплексный подход. И вот, хотела обратить внимание, что в этой ситуации, конечно, одновременно подвергаются анализу морфологические характеристики, такие как антропометрия, то есть особенности строения лица и тела, с учетом симметрии, характеристик, которые позволяют относить человека, соответственно, к одному из базовых, соответственно, полов. И плюс, конечно, все это анализируется с точки зрения психологии и этологии. Здесь такие феномены, как поведение само по себе описывается, лидерство, склонность к агрессии, риску чертам личности. И, что тоже отрадно, в силу последних лет достижений в области генетики поведения, а в частности молекулярной биологии, которая позволяет детально описывать генетические структуры, которые лежат, как мы думаем, в основе определенных характеристик поведенческих, конечно, сейчас стала активно изучаться генетика, в частности, аллельные варианты генов, которые ассоциированы с разными характеристиками поведенческими, в том числе и агрессией. До того, как мы вступили в эру молекулярной биологии, все-таки некие составляющие генетические поведения все-таки изучались, и прежде всего всем известен такой широко известный метод близнецовых исследований. И уже здесь стало ясно при накоплении больших массивов данных, что если изучать поведение и особенности темперамента в возрасте примерно 7-12 месяцев, то есть тогда, когда все-таки социальная компонента, компонента социализации уже начинает влиять, но все-таки нельзя считать, что она определяющая. Здесь при общей оценке оказывается, что близнецы сходны по агрессивности на 94%, по раздражительности на 89%. Видимо, и такой компонент, как активность, общая активность тоже имеет под собой генетическую основу, и поэтому отрицать генетическую составляющую этих характеристик уже тогда было невозможно. Но вместе с тем, отрадно, что исследователи пришли к такому заключению, что уж по крайней мере сама общительность, способность интегрироваться и как-то взаимодействовать с себе подобными определяется социальной средой. Но это вполне объяснимо, если мы вспомним феномен детей Маугли, которые не могли, в общем-то, даже если их изымали уже из среды животных, даже уже в возрасте 6 лет, все равно оказывались не вполне в состоянии полностью восполнить те пробелы, которые были связаны с их изоляцией из человеческого общества. Но прежде всего, поскольку я этолог, я занимаюсь эволюционными основами поведения человека, здесь мне кажется уместным в первую очередь обратить внимание на индивидуальные такие компоненты, связанные с агрессивным поведением, и рассматривать агрессивное поведение, я считаю, уместным как человеческую универсалию. Поскольку это поведение зависит от биологических основ и плюс, и особенностей, характеристик поведенческих человека. Зачем нужно, в принципе, поведение такое агрессивное? Ну, человек — это социальное существо, и эволюционировал, безусловно, от социальных предков, поэтому биологические корни нашей социальности уместно искать, скажем, у общих предков человека и современных человекообразных обезьян, исходя из особенностей филогенетического происхождения человека. А поскольку это социальные виды, то социальность являлась и уже у человекообразных обезьян, это так, является одним из ведущих факторов адаптации к окружающей среде, позволяющих выживать и, в общем-то, успешно существовать в этом окружении. Зачем нужна агрессия? Ну, в первую очередь, на индивидуальном уровне агрессия нужна для того, чтобы индивид отстаивал свои интересы, потому что конфликт за ресурсы существует всегда. Это ресурсы пищевые, это ресурсы репродуктивные, в частности, репродуктивный партнер. В зависимости от особенностей экологии тот или другой фактор начинает действовать более существенно. И, стало быть, эта компонента выступает на передний план. Но так или иначе, представлять себе, что могут существовать индивиды на 100% не агрессивные в каком-то социальном окружении невозможно, потому что при прочих равных условиях эти индивиды будут полностью исключены из доступа к ресурсам в любых ситуациях, обострения, соответственно, ограничения доступа к этим ресурсам, и будут исключены из репродукции, что с точки зрения, скажем, биологического будущего абсолютно катастрофичны, потому что гены таких индивидов вообще в потомство не будут передаваться. Поэтому не случайно, что, в принципе, при изучении агрессии и анализе на индивидуальном уровне все-таки очень большой упор делают на анализ генетической составляющей, а также пренатальных факторов, что собой являют пренатальные факторы. Это те факторы, которые представляют собой воздействие на эмбрион в утробе матери по мере его развития. Здесь, естественно, наследственность генетическая срабатывает, самого плода и матери, которые не идентичны, как мы знаем, а только на 50% совпадают. Но плюс еще особенности материнского организма, прежде всего, возраст матери, наличие стрессогенных факторов, которые она испытывает, потому что, в частности, один из таких примеров, уровень тестостерона в организме матери зависит, естественно, от возраста. Чем взрослеет или старше мать, тем выше этот уровень. А стресс тоже влияет на уровень кортизола, в общем-то, и тестостерона, как такового, тоже в организме этой матери. И через кровь, естественно, плод воспринимает эти влияния на себе. Ну и, конечно, особенности социализации. Дело в том, что, по большому счету, можно, и это было бы вообще с полным правом говорить, что организм начинает испытывать социализацию, уже находясь в утробе матери. Потому что мать, сейчас это совершенно ясно, благодаря различного рода этологическим исследованиям, она обращается к своему будущему ребенку, она с ним разговаривает, она каким-то образом передает ему свои эмоции, эмоциональные состояния, поэтому, в общем, действительно, социализация начинается так рано. И отчасти, мне кажется, на это нужно обращать внимание, когда обсуждается вопрос о том, в равной ли мере испытывает влияние вот такое социализационное, новорожденное со стороны отца и матери. Ну, конечно, и отец, и мать выносят свой вклад, но мать начинает... По естественным причинам раньше. Да, по естественным причинам начинает это делать значительно раньше. Как... А почему он пошел? Ага. Вот здесь я хотела обратить внимание, опять-таки, на достаточно большие выборки обобщенных, и это обобщенные данные по разным специфическим характеристикам, в том числе и по компоненту наследуемости агрессивного поведения у мужчин и женщин, мальчиков и девочек. И здесь, в принципе, можно говорить о том, что такой компонент составляет от 44 до 72%. Ну, если говорить об агрессии, вот это, собственно, конкретная колоночка, и здесь мы видим, что вот этот компонент генетический, он синим цветом показан. Вот, действительно, он достаточно высок. Паралидерство тоже можно сказать, что это существенная составляющая именно врожденной предрасположенности к тому, вести себя как лидер, напористо, уверенно. Но мне очень приятно, здесь вот это тоже видно, заметить, что такие компоненты, как альтруизм, кооперация и предрасположенность к социальной интеграции, и у мужчин и у женщин, в данном случае у мальчиков и девочек, тоже имеют под собой существенную долю наследуемости выше 50%. Так что нельзя говорить о том, что только агрессивность имеет под собой этот генетический компонент, и на этой почве обвинять биологов в том, что они пытаются биологизировать человеческую сущность. Оправдать как бы, да. Ну, в принципе, агрессия – это достаточно сложное такое явление. Она принимает разные формы, как я уже говорила, в разных ситуациях по-разному эта агрессия выражается, у мужчин и женщин агрессия достоверно принимает различные формы. Но, скажем, мы знаем, что во всех обществах практически нет исключения из правил, мужчины проявляют больший уровень физической агрессии, чем женщины. Это опять-таки понятно, потому что мужчины-защитники во всех обществах, хотя существует миф об амазонках, но тем не менее мы знаем, что вообще во всех человеческих обществах реально воинами и защитниками выступают все-таки мужчины. Поэтому, в принципе, если нам делить агрессию по разным типам, но в данном случае существуют разные классификации, и некоторые предлагают, с моей точки зрения, очень уместную классификацию на реактивную агрессию, то есть эмоциональную, которую вы проявляете, поддавшись эмоциям ответно, соответственно, но не всегда можете хорошо обдумать свою агрессивную реакцию. И проактивную, иногда еще и называют инструментальную, размеренную, запланированную, чаще всего действительно направленную на достижение какой-то своей собственной выгоды, ее еще называют холодной агрессией. И та, и другая агрессия имеют под собою, в принципе, генетический компонент, но не очень сильно отличающийся по уровню. Как я с самого начала пыталась говорить, молекулярная генетика сейчас идет семимильными шагами в изучении различных проявлений поведения, в том числе и агрессии. И в этой связи невозможно обойти вниманием некоторые, скажем так, крупные такие блоки генов, которые ассоциированы с реакциями организма, прежде всего нейрогормональными. Исследования проводятся для того, чтобы изучить влияние генов дофаминергической системы, серотонергической системы, андрогеновой системы. Но чтобы объяснить, андрогеновая система ответственна за секрецию, прежде всего, тестостерона, но и других, в принципе, андрогенов. И наряду с тем, что происходит эта секреция, как мы знаем, существуют еще и рецепторы, которые воспринимают, соответственно, чтобы ткани чувствовали этот самый тестостерон, если он поступает и каким-то образом воздействует на конкретные ткани организма. Иными словами, почему мы концентрируемся здесь на ген, связанный с рецептором андрогенов, потому что может возникнуть такая ситуация, и в плане каких-то уже отклоняющихся ситуаций, аномалий можно представить себе, что секреция тестостерона абсолютно в норме, и уровень его хорош, но ткани организма его совершенно не воспринимают, не чувствуют, и получают, что по нолям, в общем, реакция, наливая на этот самый тестостерон. И, наконец, еще одна система, с которой мы работаем в последнее время, это система окситоцина. Мы знаем, что окситоцин, в принципе, это некий нейромедиатор или гормон, который чаще всего связывают с родительским поведением, это так, потому что при рождении ребенка происходит всплеск уровня окситоцина у женщин. Во многих случаях у животных, которые ведут моногамный образ жизни, у самцов повышенный уровень окситоцина по сравнению с видами, скажем, того же рода, но полигамными, полигинными, чтобы быть точным. Это известные эксперименты с полевками, то есть как бы гормон привязанности очень популярно. Да, но наряду с этим, в принципе, оказывается, что привязанность может проявляться по-разному. По-разному. Но вы не только проявляете нежность и заботу, но вы должны еще защищать тех, кому привязаны. Поэтому вот последние данные буквально 2013-2014 годов, опубликованные на Западе, ну, собственно, и наши исследования к тому подводят, говорят о том, что, в принципе, если речь идет о том, что нужно защищать своих близких, то те люди, у которых повышена секреция окситоцина, ведут себя напористо и жестко, агрессивно, что позволяет эффективно, естественно, сохранять и свое потомство, и, собственно, своих родственников. Но, в принципе, если мы рассматриваем структуру мозга и те составляющие центральной нервной системы, которые принимают участие в запуске контроля импульсивной и вот этой вот холодной инструментальной агрессии, то мы видим принципиальную разницу, потому что, в принципе, скажем, в одном случае бывают задействованы при импульсивной агрессии базальные ядра миндалины и медиальные ядра, и здесь все реализуется при, соответственно, поддержке и контроле, вернее, при функционировании сиротенергической системы, и, напротив, речь, и здесь мы иногда и называем, что уровень сиротонина, в принципе, повышенный уровень сиротонина всегда связывается с более низким уровнем агрессии человека, и, в общем-то, почему, может быть, это бы ассоциировано, потому что повышенный уровень сиротонина связан с ощущениями удовольствия, комфорта, и поскольку это такая система награды, то есть тут и вполне объективно, зачем проявлять импульсивную агрессию, если вы хорошо себя чувствуете. А вот дофаминергическая система, система подавления и наказания, здесь ситуация совсем другая, вот здесь она ассоциирована с преднамеренной агрессией, запланированной, но, опять-таки, представьте себе, что высокий уровень сиротонина, дофамина ассоциирован с дискомфортом, со стрессом, с напряженностью, и вот для того, чтобы устранять, по сути дела, вот эти все ощущения, человек может что-то планировать, и, в общем-то, как-то эту проблему решать, с помощью физической агрессии. В плане ассоциаций обнаруживается вот сейчас, демонстрируется связь между агрессией и различными вариантами, полиморфизмами по катухоламин-отрансферазы, и также с синдромом гиперактивности это наблюдается, причем, вот данные Херата с авторами 2013 года говорят, что, в принципе, более высокие показатели все-таки у гетерозигот. Вот отчасти здесь я обращаю внимание на то, что во многих случаях сейчас стали обращать внимание именно на гетерозиготность, потому что, в принципе, исходно больше пытались анализировать, как бы, скажем, крайние варианты гомозиготы, да, гомозиготы, предполагая, что гомозиготы по одному варианту будут сильно, если есть различия, отличаться от другого, но во многих случаях оказывается, что отличаются именно гетерозиготы в плане поведения. А здесь вот я специально хотела показать эту картинку. Нельзя, конечно же, концентрироваться только на изучении роли самого генотипа, потому что, как уже и раньше говорилось, среда, безусловно, оказывает совершенно какое-то важное, иногда решающее влияние на генотип, и на то обстоятельство, будут ли проявляться вот эти предрасположенности, врожденные или не будут. То есть это учитывается при коррекции такого опасного поведения. Это учитывается при коррекции. Психотерапевты, безусловно, с этим работают. И отчасти почему мы считаем, что игнорировать генетическую компоненту никоим образом нельзя, потому что чем раньше вы узнаете, почему, скажем, у ребенка гиперактивность, гиперагрессивность, связано ли это с недостатками вашего воспитания в ранний период антогенеза, или же, может быть, тут еще накладывается вот эта генетическая составляющая, тем раньше можно начать коррекцию, причем коррекцию, но сознательную, скажем так, с учетом вот этих различий ребенка по генетике. И вот накопилось уже достаточно много данных о том, что, в принципе, существуют ситуации, при которой, ну, в данном случае это пример моноаминоксидазы А, при которой существуют разные аллельные варианты. Длинная форма, условно, скажем так, и короткая форма. Но оказывается, что при длинной форме можно ожидать, что при успешной положительной социализации, в принципе, человек хорошо может контролировать свои эмоции, поэтому и при плохом воспитании, и при хорошей среде, все-таки в адекватном варианте, человек будет себя вести адекватно. А вот в ситуации с коротким, аллельным вариантом, ситуация с точностью да наоборот, потому что люди, испытавшие негативное влияние в детстве, ну, скажем, насилие или жестокое обращение, ведут себя неадекватно, и в ситуации, которые воспринимают как стрессовую для себя, или ситуацию как угрожающую для себя, легко переходят к агрессии, причем эта агрессия не просто может носить эмоциональный негативный характер, но и физической агрессии это очень опасно, потому что вот они могут убить, именно потеряв контроль над собой, потому что в нормальной ситуации эти люди никогда бы на убийство не пошли. Некоторое время назад появилась достаточно такая провокативная статья, в которой говорилось о том, что при анализе полиморфных вариантов у мужчин по МАОА, у мужчин МАОРИ был обнаружен, ну, в 100% случаев, вот этот вот вариант, короткий, с тремя повторами, так называемый вот этот вот низкоактивный аллель, и поэтому на этой основе делались, ну, совершенно, с моей точки зрения, недопустимые выводы о том, что вот эта этническая группа как раз и предрасположена вести себя агрессивно, потому что вот у них шел такой отбор, и они все имеют именно такой аллельный вариант. На самом деле, при дальнейшем анализе данных оказалось, что была взята, ну, просто микроскопически маленькая выборка, там, каких-то 16 человек, и, конечно, она абсолютно не репрезентативна, а делать такие выводы относительно всей этнической группы, ну, категорически невозможно. Конечно же, вот этот ген моноаминоксидазы А представляет собой только один из многих генов, продукт которых определяет или влияет на процесс функционирования серотоэнергической и дофаминергической систем, и поэтому, конечно, ограничиваться изучением, допустим, только одного гена для того, чтобы судить и предсказывать или прогнозировать особенности поведения при конфликтной ситуации совершенно недопустимо и невозможно. Сейчас пытаются изучать комплекс генов по разным полиморфизмам, ну, и, конечно же, более того, пытаются изучать комбинации этих генов, которые, по предварительным данным, исходя из ранних исследований, максимально ассоциированы с проявлениями, скажем, антисоциального поведения. Вот один из примеров, достаточно большая такая выборка здесь у Хоффмана в 2009 году, публикация тесной связи двух систем, одновременно дофаминергической и серотонергической, в одном случае по длинному варианту аллелю ДРД-4 и короткому по серотониновому транспортеру. Вот такая комбинация демонстрирует повышенную ассоциацию с антисоциальным поведением. Выборка, еще раз говорю, большая, поэтому на это нужно внимание обращать. Но для тех, кто тревожится относительно своей генетики и относительно того, что гены действительно оказывают такое разрушительное, могут оказывать разрушительное влияние на будущее человека, я могу успокоить и сказать, что сейчас накопилось большое количество информации, огромные выборки, которые свидетельствуют о том, что при анализе взаимодействия гена среда нужно вообще заслуживает внимания гипотеза, которая была сформулирована Бельским и Бивером в 2011 году, гипотеза так называемой избирательной чувствительности к факторам среды. А именно, оказалось, что повышенный уровень экспрессии, допустим, агрессии при условии плохого обращения в детстве демонстрирует определенные комбинации, но то, что мы говорили у носителей трех повторов по МАО, однако, если эти индивиды окружены заботой, лаской, то, напротив, именно они демонстрируют пониженный уровень агрессии в благоприятных условиях. Так интересно. Да, это очень интересно. И это, по-видимому, не то, чтобы парадоксально, это скорее объясняет, почему такой вариант, скажем, сохраняется и не отбирается отбором, как негативный. А в популяции присутствует достаточно большой процент носителей, и в том числе и гомозигот по вот этому аллелю с тремя повторами. Ну, то же самое взаимодействие ДРД-2 в комбинации с моноаминоксидазой. Получается, что во многих случаях нужно говорить о том, что гены могут определять порог ощущения чувства удовольствия или неудовольствия в ответ на какие-то внешние стимулы. Вот и все. И это очень важно, это нужно учитывать и для себя помнить. Если вы обращаетесь с ребенком ласково и нежно, то даже в тех случаях, если у него заложена предрасположенность какая-то, вести себя неконтролируемо и агрессивно, все это будет сглажено и в процессе социализации максимальным образом нивелировано. Как я уже говорила, и мы уже обсуждали роль окситоцина, и в частности рецептора окситоцина, вот оказывается, что в принципе полиморфизм по рецептору окситоцина, определенные комбинации, там в принципе много однонуклеотидных повторов, так называемых S&P, которые могут быть завязаны на экспрессию либо аутизма, либо антисоциального поведения. В том числе вот один из таких S&P, а именно, я не буду его произносить, потому что достаточно много цифр, но важно другое, что один из вариантов аллельных генотип АА ассоциирован с большей агрессивностью, чем другие генотипы. И это, еще раз говорю, достаточно новая публикация и большая выборка. Еще раз оказывается, что вот этот окситоцин и рецептор окситоцина не только связан с благостным поведением, альтуризмом. Чем больше привязанность, тем больше ее отстаивают. Да, но ее нужно отстаивать. Это тот случай нашей поговорки «добро должно быть с кулаками», потому что иначе это добро может оказываться совершенно гибельным для тех, кто его демонстрирует. И это все объясняется тем, что агрессивное поведение формировалось, человека имеется в виду, формировалось в процессе эволюции, ну и контролировалось отбором в доиндустриальных обществах. И все это на протяжении миллионов лет. Если говорить о современном человеке, то тысяч лет. И для более объективной оценки вот этой взаимосвязи генетических, ну и поведенческих показателей представляется важным сравнение поведения, в данном случае фенотипов и генотипов представителей традиционных культур. Собственно, это и причина-то почему. Потому что в цивилизации, особенно в западных обществах, существуют очень жесткие нормы и правила. И кроме того, большинство обществ мультикультурные, многоэтничные, с большим набором, скажем, специфических семейных традиций, которые, в общем-то, оказывают влияние на поведение, соответственно, подрастающего поколения. Наряду с тем, что диктуется нормами конкретного индустриального общества. В традиционных обществах все-таки речь идет прежде всего о небольших популяциях. Во-вторых, чаще всего они моноэтничные по своему происхождению. И в данном случае здесь проще нам исследовать и анализировать вот эти ассоциации, поскольку меньше внешних факторов оказывают влияние, и меньше факторов нужно учитывать для того, чтобы ассоциацию между генами и поведением смотреть. И в данном случае мы здесь немножечко остановимся на наших исследованиях. Это большой проект, который у нас продолжается, надеюсь, еще будет продолжается. Уже много лет он у вас? Продолжается много лет по той причине, что, в принципе, конечно, необъятная сфера здесь для анализа, но и, в частности, изучение геномной вариабельности данных генов, завязанных на агрессию. Сейчас мы будем, наверное, расширять наши интересы и смотреть еще и гены, связанные с альтруизмом в традиционных африканских популяциях. Речь идет о том, что это огромное комплексное исследование. Помимо, собственно, моих коллег из Института этнологии и антропологии, моих сотрудников, здесь задействована группа исследователей из Института биологии и гена под руководством Алексея Петровича Рыскова. И мои коллеги также участвуют в этих исследованиях из Института биологии и развития. Вот то, о чем я хотела немножко поговорить. Дело в том, что уровень, конечно, допустимой агрессии, культурно допустимой агрессии сильно варьирует в традиционных обществах. Прежде всего, это связано с образом жизни. В частности, одно из таких обществ, с которым мы работаем, это бродячие охотники-собиратели, хадза. Их всего полторы тысячи человек. Они последние из уходящих, к сожалению, потому что раньше, естественно, большую часть человеческой истории как раз вот такие люди и проживали на всей планете Земля. По крайней мере, в Африке, да, откуда все люди пришли. Да, но я думаю, что и в других частях земного шара. Они еще продолжают существовать, в частности, в Юго-Восточной Азии и немножко в Южной Америке. Но факт остается фактом, что это хорошая модель, скажем, того, что мы могли видеть, допустим, там в том же самом палеолите. Еще раз говорю, культура эгалитарна. Это значит, что низкий уровень агрессии, не приветствуется давление на окружающих, нет иерархии и четкого, в общем-то, такого выраженного лидерства. Иными словами, это не значит, что доминанта там нет и лидера нет. Скорее речь идет о том, что человек, который, в общем-то, координирует или пытается координировать какие-то усилия группы, ну, в частности, бенда, то есть группы лиц, которые находятся в его собственном лагере, все-таки он не может им ни приказывать, ни каким-то образом давить, он может только их убеждать. И если люди принимают, соответственно, его рекомендации, вот таким образом консенсус и достигается. То есть он не обязательно старейший? Это не вопрос, он может быть разного возраста. Дело в том, что вот такими, условно скажем, хозяевами лагерей или бендов являются, как правило, все-таки женатые мужчины, но они могут образовывать свой лагерь примерно в возрасте от 25 лет. Ну, они должны все-таки вступать в брак и пользоваться популярностью у окружающих, потому что иначе просто с ним никто не останется. Да, вот, и до возраста 60 лет, если, опять-таки, он сохраняет свой авторитет. Важным здесь условием, в первую очередь, является умение, еще раз говорю, находить консенсус с другими, умение регулировать отношения, если возникают какие-то трения и напряженность, тот самый случай, что добро должно быть с кулаками. Ну, и еще одна важная деталь, это, как правило, хорошие охотники, те, которые могут поставлять большое количество дичи для того, чтобы члены этого бенда могли мясную пищу, в общем-то, употреблять. Важная деталь, которая характерна для этого общества, мужчины много времени проводят с детьми, в том числе и маленькими, практически до года. Очень часто они с ними возятся, играют, даже пеленают, переворачивают, очищают, то есть гигиенические какие-то функции осуществляют. То, что совершенно нетипично для многих человеческих обществ. Ну, и это говорит о том, что, в принципе, эти мужчины, они очень бывают ласковыми, нежными, а при этом они должны сочетать в себе еще и функции, я говорю, хорошего охотника, защитника. И вторая такая общность, ну, не то чтобы полная противоположность, но действительно отличающаяся. Это дотоги, они полукочевые скотоводы. Культура, в принципе, в прошлом военизированная. Ясно почему, потому что они должны не просто свой скот сохранять, но охранять от набега в соседей, а в случае необходимости применять военную силу для того, чтобы скот свой отбивать, возвращать обратно. Вот, численности значительно выше. Да, вот, но важно другое, что здесь речь идет о хорошем таком, о хорошей такой организации, ну, скажем так, от родовой организации до клановой и организации всех кланов в единое целое. То есть, в принципе, существует, скажем, центральный, общепринятый лидер всех дотогов. Вот, он одновременно сочетает в себе и функцию мага. Поскольку у нас комплексное исследование, здесь я специально себя поставила для того, чтобы... Нет, сделано это специально не для того, чтобы себя показать, а для того, чтобы показать рост этих людей и пропорции тела. Вот, вы видите, что, в принципе, это же мужчины, они практически моего роста. У меня рост маленький, но 161 или 162, в зависимости от измерительного прибора. И посмотрите, совершенно другие пропорции, другой рост. Значит, если здесь средний рост мужчин у ХАДЗа это 159-160, то у дотогов это выше 170, но вот этот мужчина это 185 рост. И вы видите, что они очень сильно долихоморфные, худые, вытянутые пропорции. И хотелось просто немножко показать. Здесь, конечно, мелко, но тем не менее, я обращаю ваше внимание на вот следующие данные. Зеленым показаны столбики для уровня конкретное распределение, допустим, агрессии или встречаемости агрессии. Это в зависимости от возраста, да? Нет, это уровень враждебности вообще проявляемой, то есть какая частота низких уровней и высоких. В данном случае это физическая агрессия. Вот смотрите, зеленых столбиком там, где низкая агрессия, больше зеленых по уровню. И по мере нарастания здесь синие начинают превалировать, те, которые у дотогов. То же самое касается вербальной агрессии, общая обобщенная ситуация с агрессией и гнев. Видите, вот здесь очень четко, что гнев проявляется, но все-таки они ниже и реже проявляют чувство гнева Ахадзе, чем дотоги. Это при том, что в принципе у дотогов проявления агрессии по отношению к представителям своей общности табуированы, контролируются. Ну, у них есть копья, у них есть луки, скажем, это обращает на себя внимание и палки. И они, в принципе, начинают, если они дерутся, то они дерутся палками. И это опасно. Они могут, собственно, и голову провить друг другу, скажем так, что если мы ведем эти исследования, мы еще и протоколируем количество шрамов на теле и спрашиваем, откуда, собственно, эти шрамы, как они получены. Сами драки вы не видели? Ну, конечно, видели, неоднократно все это, в общем, фиксировалось. Они от нас уже не таятся, они привыкли к моему присутствию там и моих вот ребят, которых, в общем-то, уже воспринимают как своих. А это вот просто здесь показаны традиционные танцы. Но я их специально показываю только для одного, чтобы вы видели, что в процессе танцев люди вооружаются, вернее, держат в руках и палки, и копья, если они могут носить эти копья. А танцы все направлены на демонстрацию своей выносливости и, в общем-то, физических характеристик. Чем выше он прыгает, чем дольше он прыгает, тем выше, в общем, окружающие видят, что он здоров, в хорошей форме. И, по сути дела, эти танцы параллельны, потому что танцует одна, значит, половина это мужчины, с другой стороны стоят женщины. И в танце они, по сути дела, с друг другом взаимодействуют. Очень часто в процессе таких танцев мужчины проявляют свой интерес, заинтересованность в конкретных женщинах молодых, участвуют со стороны женщин, только незамужние женщины чаще всего, и так находят себе партнеров. Ну вот, это их вооружение. Как я уже говорила, к счастью, танзанийское правительство следит за тем, чтобы огнестрельное оружие не проникало, особенно в племена и в племенные общества. И поэтому, если они ведут какие-то военные действия или стычки возникают, все-таки речь идет о том, что воюют они с помощью вот таких луков. Да, и копии. Более того, копья играют очень важную роль в жизни мужчин. Каждому мужчине, когда он вступает в полу зрелости, в полу зрелости, либо отец, либо дед, должны подарить копье. Оно очень хорошего качества. То есть, потому что это реально военное копье, не то, что это какая-то игрушка. Жизнь в саванне, надо сказать, полна всяких неожиданностей и опасностей. Это касается не только каких-то врагов двуногих, но, конечно же, и масса всяких врагов животных. Поскольку эти мужчины бродят со стадом, а нападают и гиены, и львы там встречаются, и леопарды, кстати сказать, что они должны уметь все-таки стадо и себя, и свои семьи, и прежде всего детей и женщин защищать. И интересное еще такое обстоятельство, что копье и щит служат неким символом справедливого решения конфликта внутри общества. Существует собрание, которое организуется, если кто-то нарушает правила общежития. И вот копье и щит ставятся перед всеми, перед этой группой, которая начинает обсуждать проблемы, как символ неотвратимости, наказания тем, кто нарушает правила, соответственно, поведения в дотокском обществе. И один из таких небольших примеров, поскольку мы, как я уже сказала, анализируем ассоциации поведения с различными генными ассоциациями, в данном случае здесь показана достаточно линейная зависимость, отрицательная, между количеством повторов по одному из ВНТР в структуре гена андрогенового рецептора и уровнем физической агрессии у мужчин. Чем меньше таких повторов, тем агрессивнее мужчины. Мы, надо сказать, что это опубликовано в Scientific Reports, это Nature Publishing Group, это такой очень хороший журнал западный, престижный. И у нас было много очень дискуссий относительно вот такой вот линейной зависимости наши рецензенты, поскольку, если вы делаете такой вывод, то нужно все-таки его как обосновать. И они пробовали, пытались или просили нас пересчитать разными методами, увеличить выборку и все такое прочее. Но как бы мы считали, мы получали один и тот же результат, то есть нужно сказать, что мы отвечаем за это, потому что сейчас в нашей выборке практически 300 человек. Это большая выборка, и эта зависимость сохраняется, какими бы мы способами это не пересчитывали. Но еще раз говорю, это мужчины, в данном случае вы видите, что в выборке нет женщин. Дело в том, что андрогеновый, ген андрогенового рецептора находится на X-хромосоме, а для мужчин это гемезигота. Поэтому тут нет влияния второго параллельной хромосомы. Для женщин ситуация более сложная. Ну и, наверное, если речь идет о физической агрессии, там будет все смазано. То есть это отрицательная корреляция? Это абсолютно отрицательная, четкая, жесткая, достаточно корреляция. Второй анализ, который мы проводили, был связан с различием полиморфными вариантами по ДРД-2. Ну это рецептором, второму рецептору дофамина. И здесь мы тоже видим, что существует корреляция, но с эмоциональной негативной реакцией, с гневом. Вот, и здесь это очень хорошо показано. Более чувство гнева демонстрируют мужчины, для которых типично вот это вот наличие варианта 2, А2. Это могут быть гомозиготы и гетерозиготы, но только носители вот этого варианта. И, как мы уже говорили, все-таки мы проводим анализ сначала по полиморфному варианту одного гена, потом начинаем комбинировать разные ассоциации генетические. И здесь мы тоже видим, что существует связь между транспортером дофамина различными вариантами и полиморфными вариантами по определенным нашим, соответственно, полиморфизмам по катахоламино-трансферазе. Так что все это есть, и все нужно учитывать именно вот эти вот комбинации, потому что для каких-то комбинаций, короче говоря, ассоциация определенных комбинаций катахоламино-трансферазы, допустим, с комбинациями по дофаминовому транспортеру может сглаживать эффект, а может усиливать вот этой экспрессии там враждебности и гнева. Ну, я, наверное, пробегу это, потому что сложно и много. А так, в принципе, хотелось бы сказать и обратить внимание на то, что и общество демонстрирует в социальном плане как бы разную направленность социализации, потому что, скажем, в условиях общества Ахадзе все-таки детей учат не вести себя агрессивно, прежде всего и максимально... Копье никто мальчику обязательно не дарит. Дарит лук, маленький лучок в данном случае... Ну, какая-то игрушка, скорее. Нет, здесь вопрос такой, что как только мальчик Ахадзе начинает ходить, это примерно полтора года, ему дарят маленький лучок, он начинает с ним тренироваться и вполне в возрасте 5 лет может добывать первую дичь мелкую. Все очень рады этому, естественно, его поощряют. Но лук это хорошее такое оружие убийства, поэтому если речь идет о конфликтах у Ахадзе, они случаются, мужчины дерутся луками. Они дерутся, они просто лук используют как палку друг относительно друга. Так что это тоже возможно. Но, в принципе, вот есть отличия по уровню всех проявлений агрессии, и физической агрессии, и гнева, и враждебности. Есть отличия по доминированию, по всем показателям выше всегда до тоги. И мужчины, и женщины здесь вот эти отличия мы анализировали. Есть отличия в распределении аллельных вариантов и генотипов по степени экспрессии в обеих популяциях. Ну, потому что все-таки так или иначе отбор идет в ту или другую сторону. И выявлены коррелативные связи аллельных вариантов генов, прежде всего, андрогенного рецептора, и КОНТ, и дофаминного рецептора, и транспортера дофамина с агрессивным поведением. И у Ахадзе, да только сказать, что у Ахадзе связей нет, нельзя, конечно же, они есть. Вот, но еще раз повторяю, чтобы это не прозвучало как-то очень демонстративно и декларативно. И эти связи, взаимосвязи генов с поведением, проблема сложная. И еще, наверное, не одно десятилетие она будет обсуждаться, изучаться. Потому что, в принципе, наверное, примерно 250 генов, это уж как минимум, каким-то образом влияет на проявление социального поведения, в том числе и агрессивного, а может быть и много-много больше. Пока что мы знаем, что примерно на 250 нужно обращать внимание. И, конечно, то, с чем мы имеем дело, то, что мы анализируем. И результаты, которые мы получаем, это, конечно, только верхушка айсберга, с которой мы работаем. Но мы, в принципе, оптимистичны по этому поводу. Наверное, это надо провернуть. Мы уже говорили о том, что агрессия — это видоспецифическое поведение. Оно присутствует у всех видов социальных, в том числе и у человека. И во всех культурах мы наблюдаем проявление агрессии у детей в раннем возрасте от 6 месяцев до полутора, тогда, когда еще влияние социализации не сказывается или почти не сказывается. Вот другой вопрос, что дальше, в зависимости от социальной среды и установок культурных конкретного общества, агрессия может купироваться, может поощряться. Но такая поведенческая характеристика, как грубая игра, которая, в принципе, может встречаться, вернее, наблюдается и у других социальных видов приматов, играет очень большую роль в социализации детей и подростков. Почему? Потому что эта грубая игра содержит компоненты агрессивности, но дети при взаимодействии друг с другом научаются как-то и контролировать свою агрессивность, и специфическим образом эту, скажем так, фундированную агрессию проявлять. В ситуации, когда имеет место грубая игра, вообще этологам принадлежит, скажем так, честь, открытие грубой игры как самостоятельной формы поведения, потому что долгое время думали, что вот эта грубая игра – это абсолютно агрессивное поведение, которое нужно у детей останавливать и их контролировать, и что это опасно, не допускать, мешать. Но на самом деле метологи доказали, что грубая игра – это абсолютно самостоятельная форма поведения, завязанная на научение и завязанная на изучение, скажем, на исследование социальной среды в обществе сверстников. Она нужна. Дети, которые растут изолированно или вне сверстников, то есть изолированы, скажем так, от детской и подростковой субкультуры, они социально оказываются некомпетентны и во многих случаях не умеют адекватно себя вести, в том числе, ну, как бы настоять на своем и проявить какую-то должную агрессию или несогласие, напористость. Или же неадекватно используют агрессию там, где ее использовать нельзя. Однако, если вот наблюдать за грубой игрой, то и у животных это видно, в частности у обезьян, и у людей, мы видим, что дети, как правило, в этот момент улыбаются, они подхихикивают, они получают от этого удовольствие. Поэтому, конечно, такую ситуацию, если вы наблюдаете, останавливать нельзя, это просто момент процесса обучения, взаимодействия со сверстниками. Это ни в коем случае не агрессия. Вот, в данном случае, еще раз подтверждение моих слов, дети играли друг с другом, ну, естественно, этого я не показала, вот, видите, да? Но в этой ситуации они разновозрастные дети, через какой-то момент, ну, этот улыбается, поэтому видно, что это все-таки не совсем агрессия, через некоторый момент он просто начнет вот себя вести примерно таким же образом, поверьте. Мне просто этот кадр у меня был более размыт, поэтому я взяла другой кадр. Дети очень хорошо чувствуют, когда партнер по игре начинает уже злиться, обижаться, они тут же эту игру вот такую грубую останавливают и начинают примиряться, вот, и стараться его успокоить. Если речь идет о том, что возникает ситуация, когда нужно игрушку предложить, потому что конфликт был за игрушку, то они тут же эту игрушку ему и отдают. Ну, на самом деле, не все так безоблачно и радостно обстоит в мире детей, потому что, в частности, сейчас и во многих западных обществах об этом говорят все чаще, все-таки агрессия приобретает такие жесткие формы, иногда формы садизма, и очень часто последствиями агрессии между детьми и подростками может быть либо какая-то травма. Я о психологической травме не говорю, потому что это уже заведомо, но и физическая травма. Но плюс иногда те, кого обижают, могут кончать жизнь самоубийством. И, естественно, в западных различных обществах, ну и у нас, безусловно, тоже специалисты, которые изучают, соответственно, детскую психологию или социологи, которые работают с детьми, забили тревогу. И уже в 70-е годы в западных странах, в частности, инициатором был Дэн Ольвеус, стали изучать травлю. То есть они называют, у нас это известно под словом «травля», под понятием, а так на Западе принято сейчас слово «буллинг». И стали понимать, они просто совершенно стало очевидным, что игнорировать этот феномен нельзя, его надо изучать. Была предложена в 80-е годы, опять-таки, по инициативе Ольвеуса, специальная программа по предотвращению буллинга, реабилитации тех, на кого он был направлен, и, в общем-то, специальных курсов психотерапии, направленных также и на агрессоров, для того, чтобы объяснять им, почему они плохо себя ведут и зачем нельзя. Ну, курсы для школьных психологов, наверное. Это, в общем-то, были курсы для школьного психолога, но любопытно, что они предложили та же программу, в которой вовлечены будут в реабилитацию сами участники конфликтов. То есть просили либо третьих лиц, наблюдателей конфликтов из тех же классов участвовать, и объясняли им, как помогать, как вмешиваться вот в такого рода травлю, максимальным образом безболезненно для них самих и для пострадавшей стороны. И иногда даже переучивали, если можно так сказать, агрессоров. И эти агрессоры начинали участвовать активно, как третьи лица, которые уже пытаются вмешиваться и предотвращать агрессию буллеров. Такие программы сейчас введены и, в общем-то, ведутся в США, Канаде и в европейских странах. Мы знаем, что в России факт дедовщины в армии официально признан. Но вот со школами здесь немножко проблематично. Сейчас начинают об этом говорить, не то чтобы уже полностью игнорировали. Но это было всегда на самом деле? Да, а говорить, в общем, не очень любят, потому что, скажем, вот у нас есть проблемы. В школы нас не очень хотят пускать, потому что, наверное, боятся. Хотя ничего плохого, не про какую школу. Боятся, что выявятся какие-то. Наверное, но мне кажется, что это не совсем правильно, потому что мы никогда никаких индивидуальных данных, во-первых, не даем, не раскрываем. А во-вторых, даже не указываем, в каких школах проводится такого рода исследование, чтобы не ставить в неприятную ситуацию у кого-то. Но, с другой стороны, если мы в школах не будем это изучать, то исправиться с этим вообще явлением никоим образом невозможно. А политика страуса, она, мы знаем, никогда ни к чему хорошему не приводит. А мне кажется, что это изучать нужно очень интенсивно сейчас, потому что, наверное, родители знают, что в школах, в некоторых уж, по крайней мере, а вообще, в принципе, в любой школе эти факты имеют место. А чем это чревато, тут нужно сказать? Ну, во-первых, психологическими последствиями, а во-вторых, и тем, что в отличие от открытых столкновений, жертвы очень часто скрывают, что они являются жертвами такого буллинга. И делиться с родителями тоже не хотят этой неприятным известием. И все это уходит как бы в подсознание, потом эти дети не хотят... А потом во прошлом возрасте они нравятся. Они просто не хотят ходить в школу, начинают прогуливать, у них падает успеваемость. А почему? На них начинают давить родители, они испытывают уже тройное давление, учителя начинают их распекать, родители на них давят. А все одно и то же. Ведь еще поразительная такая деталь, с которой тоже сталкиваются. Очень часто агрессоры действуют подспудно и добиваются того, что жертва теряет контроль над собой. Иногда на уроках вместо того, чтобы, соответственно, вести себя прилично, именно жертва вскакивает, пытается кого-то там ударить или выкрикнуть. И они же становятся виноватыми, их ставят в угол или там вводят к директору и так далее. То есть тут вот такая проблема, с которой не всегда сами преподаватели могут сталкиваться или ее раскрутить, потому что детей много. Естественно, учебный процесс. Люди в школах должны заниматься этим. А вот каждый конкретный случай разбирать, в общем, наверное, сил нет у преподавателей. С буллингом еще одна такая проблема, что агрессор, как правило, вообще ничем не рискует, потому что это сильный ребенок. И очень часто за ним стоят другие, которые хотят примкнуть к сильному. А стоять на стороне слабого всегда опасно. Очень часто этот слабый не пользуется популярностью в классе. Но чего тогда за него, соответственно, вступаться? Естественно, это чудовищно, потому что в данном случае, ну, собственно, сама человеческая сущность здесь начинает хромать. Люди превращаются в черствых, жестоких. А мотивация буллинга иногда, в принципе, связана просто с выгодой для себя. Борьба за власть, зависть по отношению к кому-то более обеспеченному или более успешному в плане школьной успеваемости, но слабому. Самоутверждение просто. И можно найти крайнего, на которую, значит, вот этот буллинг направлять. Скука, месть, то есть масса таких вот, скажем, мотиваций. Да и формы буллинга иногда, казалось бы, с точки зрения взрослого, не очень существенны. Но для детей это все существенно. Насмешки, допустим, или какие-то психологические унижения. Может, для взрослого это не важно, что пнули его портфель, а детям это важно. Или там, допустим, отбирают игрушку или прячут его игрушку. Ну, издевательство, порча личных вещей, особенно каких-то незначимых с точки зрения взрослого. Например, какой-то особый карандашик, резинка, допустим, в форме животного. Его взяли и поломали. А взрослому, ну, подумаешь, карандаш. А ребенку вот он любит, он привязан, он радуется, что ему подарили такой карандаш. Потому что тут тоже немножко разные критерии оценок взрослых и самих детей. К сожалению, по нашим данным, примерно 13% детей, школьников регулярно участвуют в травле других. Ну, это среднестатистические данные. Вот. Ну, и это, конечно, неприятно, и это нужно учитывать. Я еще раз говорю, если бы нам разрешали такого рода исследования проводить, наверное, мы бы могли еще больше таких деталей каких-то в научных публикациях сообщать, которые позволили бы и школьным психологам... Все только выиграли бы от этого. Да-да-да, и в школе, в общем-то, снивелировать вот эту ситуацию. И, в общем-то, может быть, этот процент был бы уменьшен. Потому что в некоторых случаях дети ведут себя жестоко не потому, что они жестокие, а потому что они не задумываются. Для них это хихоньки, что называется, и хахоньки. А для другого это трагедия. Но никто не пытается ставить, потому что они дети, не пытаются себя ставить на место этой жертвы. Вот. Так что, в принципе, здесь коррекция могла бы иметь место. Еще одна такая деталь, что вот эти вот конфликты, они, безусловно, влияют еще и на гормональный фон индивида. И здесь вот как раз наше исследование, это другое было исследование, которое было завязано на анализе гормонов стресса у людей, которые взаимодействовали агрессивно друг с другом, имеется в виду подростки. И здесь оказывается, что, в принципе, гормон стресса реагирует на агрессивную ситуацию. И стресс испытывает как агрессор, так и жертва в той ситуации, когда они ощущают себя членами одной группы. То есть, еще одна важная такая подсказка, еще одна важная деталь. Если в классе такая вот, какая-то проводится работа по интеграции детей, и дети ощущают себя членами одного коллектива, то в этой ситуации и буллинг снижается, и в ситуации, когда агрессия имеет место, все-таки жертвы и агрессор заинтересованы в том, чтобы отношения восстанавливать, и, соответственно, этот стресс был снят. Вот здесь просто показано для примера различия по проценту, соответственно, подростков, которые, в общем-то, участвовали в буллинге, в сельской школе и, соответственно, в городской школе. В данном случае речь идет о московской школе. И мы здесь видим разные типы. Вот распространение слухов я не вижу в московской школе. Ну, видите, это только то, что сами... Мы брали максимально, скажем так, пять максимально значимых и максимально распространенных вариантов, на которые указывали сами дети. И вот мы видим, что и в том, и в другом случае это, конечно, всякие оскорбления, дразнилки, то, на что взрослые не обращают внимания, высмеивания, но зато вот обидные прозвища тоже имеют место. Но вот распространение слухов такое... Если посмотреть только на этот график, кажется, что это сельский признак такой. Ну, может быть, там проще. Может быть, в большом городе это несущественно. Да, да, да. Вышел за пределы и растворился. Да, потому что там среда. Да. Единая такая. Там это значимо, а в большом городе... А здесь все-таки московские дети, школьники за пределами школы, конечно, друг с другом взаимодействуют, но у них есть еще и другие. Другая среда для общения. Ариал большой, да. Да, а в сельской школе, как правило, это именно те, с которыми в повседневной жизни после школы и тоже будут общаться. Вот и образ булера. Как, в общем, себе представляют, какие характеристики буллер. Кто такой агрессивный. Ну, и в сельской школе, и в городской однозначно понимают, что это так. Резкий. Ну, в данном случае имеется в виду, что в данном случае это можно было бы объединить и несдержанный. Ну, человек, который срывается в сельской школе. Сильный физически. Да, в городской школе та же самая. Ну, естественно, кто же полезет драться или там над кем-то издеваться, если он слабый. Слабый, хлюпик. Вот. И тут еще одна деталь, которая есть в школах сельских. А в городской она просто не вошла в пятерку основных. Зато тут, ну, сейчас мы поговорим, хитрый, который умеет манипулировать другими. Он есть в городской школе тоже, не подумайте, но просто здесь часто. Изворотливый скорее. Он других натравливает, а сам может оставаться в стороне и получает удовольствие, наблюдая, как, соответственно, над кем-то издеваются. А здесь вот безжалостный. Понимаете, в городе вот это очень сильно выходит на поверхность. Не жалеет никого, не понимает, себя не ставит на место другого. Почему я сказала, что, в принципе, сама по себе работа с теми, которые булеры, и объяснение им, ну, когда вот пытаются в экспериментальной ситуации или там в каких-то тестах объяснить им и поставить их на место того, кто был объектом их травли. Некоторые люди понимают и, в общем, таким образом корректируют свое поведение. А безжалостность почему? Ну, потому что крутой. Ну, да, сильный. Все же, он же зарабатывает себе имидж такого крутого человека. А на самом деле это, в общем, подло пользоваться своей силой, да. Ну, и прямые формы буллинга. Что такое прямые? Есть прямые, когда непосредственно проявляется вот эта агрессия, толчки, уничтожение каких-то предметов. А есть непрямые, они, это то, что очень часто, в принципе, учителя или там школьные психологи вообще не видят запугивания. Ну, например, по телефону посылается смс-ка или по компьютеру отправляется что-то, и ребенок вообще боится идти в школу, а кто ничего, никто не видит, потому что это личное сообщение. Ну, и, конечно, вот это вот обстоятельство, низкая сопереживаемость, холодный расчет, вот для буллеров характерные такие мотивации. У жертв тоже есть свои характеристики, и с этим ничего не сделаешь. Ну, замкнутые люди, неуверенные в себе, слабые, застенчивые. То есть здесь, иными словами, наверное, я нарисовала портрет, каждый знает того, кто в социуме, ну, либо занимает крайнюю позицию, либо аутсайдер, либо, ну, все-таки не душа компании, и у него небольшое количество друзей. Или просто друзей нет в классе, он держится особняком. Ну, вот здесь я специально привела эти данные для того, чтобы показать, насколько актуально это сейчас в мире, этот анализ. И уже там более 150 тысяч вообще школьников на этот предмет проанализировано из 35 стран мира. Что показано? Некие общие закономерности, кто потенциально становится этими жертвами? Подростки из семей с низким достатком, над ними издеваются, и в семьях нет, вроде бы, как защиты. И еще одна очень важная деталь, эти подростки из семей с низким достатком, они их уже одеваются, у них меньше вещей престижных. А может быть, поскольку в детстве с ними меньше занимались, у них может быть речь какая-то косноязычная, ну, и много таких вот мелких деталей, неуверенности в себе, потому что они пасуют престижно иметь какие-то, допустим, там смартфоны, навороченные у них нет, компьютеры, которых у них нет и так далее. То есть у них есть причины материальные очень часто, но и психологически вести себя неуверенно, и тут же они становятся объектом издевательств. Минимальный уровень. Минимальный уровень Швеции по той причине, что Швеция, мы знаем, страна с такого социализма, вот здесь за этим очень хорошо следят. Уровень жизни, в общем-то, да, более-менее ровный, нет особо безумных богачей, но и бедных. Ну, по крайней мере, это не демонстрируется, да? Да, нет, и неприлично демонстрировать свою материальную обеспеченность, тем более в школе. А максимальный сейчас пока в Литве тоже, понятно, почему, из европейских стран, потому что здесь недостатки, соответственно, переход на другой социальный строй. Да, кризис очень-то. Естественно, кризис экономический, большое количество семей, соответственно, которые испытывают реально экономические трудности. Вот здесь та же самая ситуация, но анализ уже по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь немножко меньше вот этот процент тех, кто подвергается травле тоже, но все равно от 2 до 9 процентов это существенно. И обращаю ваше внимание на то, что в жертвы вообще это явление отмечено и в Японии, и в Австралии, и в Новой Зеландии. И здесь вот эта вот важная деталь. Жертвы буллинга начинают больше внимания уделять учебе, в отличие от жертв буллинга в Европе. То есть они находят на себя, для себя находят такую лакуну. Если нам некомфортно в социуме, тогда мы будем больше учиться и на этом концентрироваться. Саморазвитие. Саморазвитие. Но это ассоциировано именно с особенностями культуры в этих странах, потому что вот вы видите, в Индонезии, Малайзии и Филиппинах, наоборот, они хуже учатся. Вот эта кастрофическая ситуация, начинают вообще в школу не ходить, избегают школу. Здесь просто показано наличие буллинга в школах и просто опрос, соответственно, что, какой вариант буллинга присутствовал, но те же самые страны указаны. Мы видим, что здесь лидируют Филиппины, Гонконг по некоторым характеристикам, Индонезия тоже достаточно высокая. Но главное, вот Филиппины здесь эта ситуация более четко проявляется. Ну и для такого, чтобы подвести итог, здесь я хочу сказать, что, конечно, современный город – это такие оптимальные условия для буллинга. Чем больше город, тем проще проявлять этот буллинг. Здесь и анонимность городская, и привычка к тому, что многие люди друг друга не знают. Плохая информированность учителей о условиях жизни в семье учащихся. Это малодетные семьи, где дети, в принципе, не имеют опыта конфликтов. Примирение с сверстниками, или с детьми чуть старше, или чуть младше. Частая смена проживания, ну это типично, например, для США, они не устанавливают тесных контактов с другими детьми, текучесть школьных коллективов, и, конечно, слабая социальная интеграция школьников. Это тот пункт, с которым можно работать, на самом деле. Да, но это то, что нужно делать. Ну, не знаю, надо ли останавливаться, потому что уже и так очень много. Ну, давайте мы хотя бы о каких-то стратегиях примирения, и скажем, что это свойственно и приматам тоже. Ну, давайте. Значит, ну, я не хотела бы, скажем так, чтобы создалось впечатление, что все в исследованиях этологов строится только на анализе негативных феноменов социальных в жизни, и на поиске генетических основ, там, или основ, связанных с ранним опытом социализации, негативным. Которые подкрепляли бы, да. Потому что, в принципе, для социальности, для социума у животных, в частности, у приматов, с которыми мы работали и работаем, а также человека, очень важна социальная интеграция. И в этом смысле любой групповой образ жизни связан с потребностью вот с этими конфликтами бороться, их превозмогать, и сведение этих конфликтов к минимуму. Поэтому мы можем... То есть это тоже заложено эволюционно? Это все заложено эволюционно. Никто не хочет воевать вечно. Поддерживается отбором, очень жестким, скажем так. И здесь есть тоже генетические составляющие и, естественно, очень жесткие, такие эффективные механизмы регуляции социальной напряженности. И они абсолютно универсальны. Скажем, у нашего вида, человечества как вида, они присутствуют. И с ранних моментов жизни ребенка начинает проявляться, как только он начинает вступать в социальное взаимодействие. То есть, с иными словами, эти механизмы можно наблюдать у детей уже в возрасте 6 месяцев. Это нормы, которые выработаны, в принципе, эволюционно в конфликтных ситуациях. И что еще очень важно, они касаются, и эти механизмы присутствуют, ситуации, когда нужно регулировать взаимоотношения в пределах групп и на межгрупповом уровне. И человечество в этом смысле достигает небывалых высот, поскольку и социальность у человека достаточно сложный феномен. И определяется не только эволюционными вот этими характеристиками, но и эволюция языка и, соответственно, когнитивных способностей, то есть нашего интеллекта. Собственно, наш интеллект — это инструмент примирения, инструмент социальности, потому что именно социальность наша лежала в основе развития нашего интеллекта. Здесь есть обратная связь. Так что, наверное, приятно об этом говорить. Конечно, без агрессии не было бы примирения, потому что, не будя агрессии, изучать механизмы регулирования конфликтов было бы невозможно. Однако исследователи, нужно сказать, что исторически, естественно, и приматологи в том числе стали изучать агрессию для того, чтобы просто пытаться от нее каким-то образом избавляться. Или снижать ее уровень. Но вышли на то, что после агрессии, вопреки предположению и ожидаемому, члены групп начинают интенсивно искать общение друг с другом. И очень часто инициатором выступают агрессоры. Не жертвы, а агрессоры, которые бегут и демонстрируют свою привязанность к жертве. Очень часто начинают груминговать, это чистка шерсти, обниматься, целоваться, вот как вот видно у шимпанзе. То есть восстанавливать отношения друг с другом у человека. Это проявляется предложением пойти вместе поиграть, обещанием позвать в гости, накормить пирожком конфеткой. Или же, например, сейчас покажу, дележем игрушкой. Из-за которой, собственно, конфликт и происходил. Поссорились ребята из-за игрушки, один у другого отобрал. И тут же, когда увидел, что конфликт, и тот обиделся, тут же ему игрушку это отдал. И дальше стали играть вместе, мирно. Отсюда и еще один вывод для взрослых. Когда дети ссорятся, нужно дождаться, если, конечно, это не угрожает их жизни и здоровью, лучше не вмешивайтесь, потому что они учатся мириться сами. Потому что если это дети, которые принадлежат к одному классу, одной школе, одной группе, или, скажем, соседи, они вот очень часто регулируют отношения друг с другом. И главное, что на перспективу они уже знают, как регулировать эти отношения. И дальше, если конфликты происходят между супругами, или же там на работе, или же еще каким-то образом между соседями, люди все-таки знают, как себя вести и адекватно конфликт устранять. Если их не научили в детстве, возникают проблемы. Этому нужно учиться в детстве. Мы сталкиваемся здесь с одним парадоксом, потому что очень часто мы видим, что друзья дерутся. Казалось бы, как так? Ну, а почему они дерутся? Ну, во-первых, потому что в пространстве друзья чаще всего оказываются рядом. А поэтому предметов для конфликтов тоже много. Тот, кто ближе. Да, да. Исключительно фактор пространственной близости, ничего другого. Но он является существенным. А дальше, поскольку вы привязаны друг к другу, то вы миритесь. И ваши способы примирения более эффективные. Но если вы миритесь, допустим, там просто со знакомыми, вы пожимаете руку и говорите извините. А вот если это близкие родственники или друг, чаще всего еще и дарите что-то, или пытаетесь как-то загладить свою мину. Хотя бы поцелуете. Да, да, да. Эффективным способом. И то же, что я уже немножко об этом, забежав вперед, говорила. Но дело в том, что люди, которые вступают в конфликты с ближними, они, конечно, стрессированы. И стрессированы оба. Если речь идет о животных, мы можем это наблюдать, потому что мы видим, что животные почесываются, начинают ходить каким-то таким стандартным маятникообразным способом, срывают свой гнев, стуча по стенке, в общем, производя какие-то смещенные действия, смещенную активность. У человека мы тоже это можем наблюдать, потому что человек начинает чаще почесываться, касаться лица или других частей тела, дергать ногой, менять... То есть это факт тревожности. Говорит о том, что люди действительно стревожные, им никак не комфортно в этой ситуации, в постконфликтной. И это касается не только, еще раз говорю, жертву. Агрессор ведет себя совершенно так же. И поэтому это еще одно такой важный, собственно, момент, на который обратили внимание именно этологи, потому что раньше думали, что тревожится только жертва. Нет, агрессор тоже. Это мы видим у животных, это мы видим у детей. Потому что, в принципе, то, что мы наблюдали, а мы изучали у них все-таки не только, как они почесываются, эти дети, но смотрели уровень гормонов стресса. И оказывается, что если они примеряются, и агрессоры жертва, то этот уровень кортизола быстро нормализуется. Если не примерились, он остается высоким. Значит, в принципе, страдает еще и эндокринная система. Вот примерчик такой небольшой. Вот уровень кортизола с примирением. Смотрите, утренний уровень кортизола мы знаем, он всегда высокий, но не в этом дело. Вот после конфликта с примирением. Он такой по сравнению с контролем. А это без примирения? Нет, нет. Это мы смотрим на следующий день случайно, когда не произошло конфликта, для того, чтобы посмотреть, когда в это время суток, какой примерно уровень. Но здесь между ними разницы нет. Разница недостоверна. А вот с контролем. Если примирения не было, здесь почти в два раза выше этот кортизол в этой ситуации, с контролем по времени суток. Да, да, да. Да. Другой гормон, на который мы обращаем внимание, дегидропиандростерон. Вот та же самая ситуация. Разницы нет при примирении. И зашкаливает он абсолютно. Если примирение не состоялось. То есть здесь уже задействовано много разных систем гормональных. Нам хотелось еще показать, и мы это показали, но ведь, в принципе, и агрессия имеет разную интенсивность. Одно дело, я оскорбила там партнера в пылу, значит, каких-то обсуждений, другое дело, ударила. И оказывается, что, в принципе, вот этот уровень кортизола, он так же, как и дегидропиандростерона, он тоже чувствительен в зависимости от степени вот этого выраженности конфликта. И вот, посмотрите. Значит, здесь примеры. Это вербальные, просто поссорились, и разница не очень большая. Это небольшие, скажем так, разборки. Ну, может быть, кто-то кому-то там шлюпнул или дал пощечину. Здесь разница уже в уровнях есть. Вот, я сейчас объясню, как. А уж если ранение какое-то или там синяк поставили, то здесь, конечно, сильные отличия имеются по уровню самого, значит, гормона, который повышается в конфликте и после примирения, что происходит. Ну, и так, вот это, соответственно, уровень дегидроэпиандростерона без примирения. При том, что нанесено увечья, но, заметим, ну, просто там синяк, допустим. Но это у агрессора, это не у жертвы. Вот что важно. Вот. Это с примирением. Видите, насколько. Кортизол без примирения. Вот он. И с примирением. Видите? Ну да. То есть, реально, там, где люди... Да, да, да. И это достоверно. А здесь, соответственно, для того, чтобы показать, в зависимости от типа примирения, будет ли он вербальный или тактильный. Значит, вербальное, видите, все-таки хорошо. Но тактильное лучше. Да, но тактильное лучше. Просто тактильное используют, соответственно, в ситуациях с близкими друзьями. Почему мы и говорим, что, конечно, близкие друзья, им проще снять вот этот стресс. В постконфликтной ситуации с примирением, в зависимости вот от типа конфликтующей пары. Потому что могут быть друзья, могут быть нейтральные, просто товарищи. А могут быть те, кого, в общем, они не любят. Но я обращаю внимание на то, что все-таки исследование проводилось в пределах одной группы. Это все равно члены вот этой группы. Не враги, в общем-таки. Ну, дело в том, что дети и подростки очень четко дифференцируют мы и они. Все равно ученики одного класса, одной группы, это мы. Это мы. При всех разговорах. А другого класса это они. Но все равно степень общения разная. Так вот, пожалуйста, с друзьями соотношение. Вот это, которое мы видим, кортизолу. Вот оно максимально. А соотношение дегидроэпиандростерона к кортизолу это некие успешные сопротивляемости стрессу, что очень важно. И в зависимости от качества пары, вот оно выше у друзей и у тех, которые можно позиционировать как товарищи. И очень низкая сопротивляемость. Вот здесь ситуация с антагонистами. То есть это соотношение ниже. Да, да, да. Та же самая ситуация в постконфликте без примирения. Все равно, конечно, при прочих равных условиях лучше с товарищем сопротивляемость, чем с антагонистами. Здесь люди не могут прийти в себя. Они все время возбуждены и напряжены в постконфликте. У друзей и товарищей после конфликта повышается, как мы уже говорили, вот этот резко уровень дегидроэпиандростерона. Ну и кортизола. Вот, друзья, это кортизол, это дегидроэпиандростерон. У нейтральных пар, видите, все-таки меньше повышается. Дегидроэпиандростерон, но все-таки повышается. А антагонистов он никак не меняется. Он одинаковый. Здесь уровень дегидроэпиандростерона в слюне, значит, если примирения не произошло. Видите? Вот ситуация. Ну, поскольку утром, соответственно, мы измеряли тоже уровень дегидроэпиандростерона и кортизола, в зависимости от популярности подростков. И здесь соотношение популярной подростки. Вот утром. Вы видите, да? Ну, тут, в принципе, можно посмотреть, что у популярных в постконфликте сразу вот это соотношение становится выше. Они уверены в себе, они могут помириться. Среднепопулярные вот здесь никак не меняется. Вот, а непопулярные, это тоже своего рода компенсация, видите, да? Вот, хотя у них, у них утром это соотношение все-таки ниже, чем у популярных подростков. Так что сама по себе популярность, она, безусловно, влияет и на уровень вот этих гормонов стресса. Ну, вы понимаете, что причина, что следствие? Мы не знаем. Мы только говорим, что есть связь. Может быть, он популярный, потому что у него уровень такой. Не знаем. Мы не знаем. Существует обратная связь. Вот, и здесь однозначно об этом сказать нельзя. Ну, вот, то, что я сказала, разные. Тут вот эта маленькая игрушка, а здесь водяной пистолет, из-за которого был конфликт. Потом стали сразу играть вместе. Ну, в принципе, если посмотреть, кто инициирует агрессию, вот, кто потом мирится, значит, в агрессии. агрессор, инициатор агрессии всегда чаще, чем жертва. Наверное, потому что он уверен в себе. Между окончанием конфликта, чем дольше, в принципе, время после того, как конфликт произошел и примирение, значит, осуществляется, тем выше уровень кортизола. Ну, естественно, нервы, что называется, накаляются. Да, 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 да. И, соответственно, корреляция кортизола, уровня кортизола и догидроэпентостерона в утренних пробах и без примирения, а также в контроле. Это тоже важно, потому что они между собой очень завязаны, эти два типа гормона. И основные выводы, потому что тут, ну, хотелось как-то завершить, чтобы четко было показано. Ну, во-первых, что существует, вот эта вот гипотеза, о которой говорили сначала приматологи, а потом заговорили и те, кто изучает поведение человека этологическими способами, снятие стресса путем примирения. Ну, в данном случае нам удалось ее впервые эмпирическим путем ее подтвердить на гормональном уровне, а наши коллеги, которые изучали поведение приматов, они подтвердили это на этологическом уровне. Второе, что восстановление отношений после агрессии снижает, это мы показали не просто стресс, но стресс на физиологическом уровне, то есть это гораздо более глубоко идет такая, как бы, ответная реакция и нормализует уровень кортизола. Еще раз говорю, эти исследования мы проводили на детях и подростках, но в данном случае наши данные гормональные, это возраст 7-11 лет. Почему? Потому что, но с подростками старшего возраста работать сложно, как часто они будут при нас драться, как много мы можем собрать. Да, это, конечно, просто вот здесь наше ограничение, не потому что у них это нельзя изучать, наверное, теоретически можно, но сложнее. Статистически сложнее. Еще очень важная вещь, с моей точки зрения, новая, потому что вот у нас впервые показана вот эта вот роль Дегидроэпиандростерона, раньше его почти в анализах не использовали для того, чтобы посмотреть, как на стресс, как он связан с проявлением стресса у человека. Именно как больше работает. И такая вещь тоже важная, для нас даже неожиданная, среднеранговые по популярности подростки справляются с социальным стрессом хуже в постконфликтных ситуациях, чем высокая и низкоранговая. Мы долго думали, почему. Мы думали наоборот. А здесь, видимо, вот почему. Низкоранговые, в принципе, уже адаптированы к такому постоянным нападкам, и поэтому они немножко таким образом компенсируют. А высокоранговые, они привыкли, что они всегда выиграют, и чего им нервничать, они знают, что они спокойно подойдут к тому, с кем дрались, и, в общем, отношения восстановлены. Я говорю, что это не буллеры, это речь идет о конфликтах вот таких. просто детских конфликтах. То есть надо это дифференцировать, а то могут подумать, что это не издевательство. Нет, это нормальная конфликтная ситуация. И еще одно обстоятельство, феномен примирения у человека имеет абсолютно древние корни эволюционные, и поэтому здесь и срабатывает выраженная вот эта физиологическая база, потому что это завязано на эволюции. Буфер гормональных буферов. Да, 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 да. Как любая, да, конечно. Ну, конечно же, человек физически и физиологически предрасположен к примирению с друзьями после конфликта, вот, потому что уровень кортизола при конфликтах с друзьями в принципе немножко по-другому там контролируется, и уровень кортизола при конфликтах, допустим, с антагонистами примерно одинаков, а вот уровень дегидроэпинандростерона, который, в принципе, сейчас называют гормон антистрессовый, минимален у антагонистов и максимально друзей, более чувствительным. Пожалуй, все. Спасибо большое. В нашей рубрике по скриптум я бы хотела вернуться к хадзе. Это уникальная популяция охотников-собирателей, вот вы о них рассказывали, чудом дошедшая вообще до нашего времени. Я бы хотела коснуться не поведенческих аспектов, сказать о том, что они интересуют не только антропологов, но сейчас уже и, например, микробиологов, специалистов по геномике, вы знаете, в Лакивале была публикация в Nature Communications в прошлом году. Их микробиом оказался очень интересным. Там нет лактобактерий и они при этом не болеют раком толстой кишки, болезнью крона, колитами. Это все то, что в западной цивилизации считается, так сказать, причиной низкого потребления лактобактерий, кисломолочных продуктов. И почему советуют собственно лактобактерии это основа пробиотиков, которые в йогурты добавляют и все такое. Как у них со здоровьем вообще? Вы достаточно долго их наблюдаете? Как там? Ну, мне хотелось бы сказать, что... Все-таки первый медицинский канал, нам интересно. Да, но мне этот факт... Вообще мне такого рода исследования очень близки, естественно, поскольку я антрополог и вот эта вот физическая сторона тоже важна. Ну, во-первых, они хорошо сложены, у них хорошо развита мышечная система, ну и, в общем-то, опорно-двигательная система и еще обращать на себя внимание то обстоятельство, что люди даже в возрасте могут проходить огромные расстояния, но, иными словами, в среднем 20 километров в день вполне осилить. Представляете, 60-летний человек, да? Еще переносить что-то при этом на себе и, в общем, могут вести себя вполне активный такой образ жизни. Вторая вещь, здесь нет абсолютно излишнего веса. Ну, откуда ему взяться, да, при такой физической... Ну, откуда ему взяться, да, они ведут хороший такой насыщенный образ жизни физическими нагрузками, то, что просят нас заниматься в тренажерных залах, да? Вот. Ну и, наверное, еще такая важная вещь, это диета, которая у них очень сбалансирована, и во многих западных учебниках, в антропологии, например, недавно писала такую главу в американский учебник, и, значит, мы как раз обращаем внимание на то, что по своей сбалансированности эта диета похожа на диету, которую предлагают современные врачи-диетологи для западного общества. Здесь большое количество клетчатки, нежирное мясо, потому что мясо диких животных, оно нежирное. Опять же, откуда взяться, да? Да. Большое количество фруктов, овощей, в данном случае это не овощи, а корнепроды. Ну и плюс еще, конечно, различие минералы различные, которые добавляются в пищу. Они любят жевать различные смолы различные, поэтому у них хорошие зубы. Так что тут весь комплекс рекомендаций для современного человека. И никаких кисломолочных продуктов Он представляет повседневные потребности и реалии жизни хадза в их условиях относительно кисломолочных продуктов. Да, у них нет кисломолочных продуктов, откуда взяться молоко, они никак не употребляют в пищу. Но, может быть, не всегда это нужно, если такой сбалансированный рацион и образ жизни. Важно, что... Да, но здесь есть еще одна интересная деталь, которую изучали мы. Мы эту публикацию никак не можем сделать, все накапливаем данные и руки не доходят. Но, тем не менее, мы регулярно изучали, вернее, измеряли их давление. Да. И, наверное, будет интересно медицинскому каналу, что всех людей, даже в возрасте 60 лет, можно в космос отправлять, потому что у них примерно 120, там иногда даже чуть меньше, на 80. Именно потому, что сбалансированное питание. У них не повышена активность, да. И физическая активность, да. Очень интересно. Спасибо. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok